Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть UnderHell. Мы находимся в торговом центре, в котором творится что-то непотребное. Сюда мы поднялись из станции ЖД метро, там тоже творилось что-то ужасное, но до этого была больница, в которой было все не очень хорошо. Как бы там ни было, все эти проблемы мы решили, и теперь у нас путь идет на паркинг, где команда спецназа попала в засаду. Так, хорошо, давайте. Давайте чистить. В общем, пока что какого-либо хоррора не идет. В принципе, его тут особо и не ждут пока, потому что и без него тут хорошо. Икшон идет реально злой. А злой Икшон сейчас не в каждом шутере увидишь, поэтому... Поэтому этому и рады. Твою мать! Кто там кричит постоянно, а? Господи, Горь! Что же это такое? А это, уважаемые, гранаты. Так, ладно. Что-то у меня по боезапасу вообще никак. Но в целом все довольно хорошо. Хорошо. Этот шлем мы надеть не можем? Можем. Ладно. На самом деле... Наверное, кто там воюет. Да вроде как спокойно все. Давайте двинули дальше. Среди прочего, нас атаковал вертолет. Вертолет мы тоже приземлили. Мы... Скотина. Перебивает меня. Мы могем. То есть вертолет тупо вколотился в стену. И мы мимо него проходили в конце предыдущей серии. Разломал его знатно. Так, ну сейчас пришло время двигаться дальше. Давайте побегаем с ПП. Нет, не так уж. Почему-то не перезаряжаешь. Я ж удивился. Хорошо. А тут у нас что? Видимо, ничего. Давайте подкрепимся маленько, пока у нас более-менее свободное время. Да. Не сильно оно прибавляет здоровье, только выносливость. Ну ладно. Выносливость нам, в принципе, не особо нужно прибавлять. Не знаю, зачем эти предметы. Потому что выносливость, она и так очень быстро восполняется. Закрыто. Вроде никого, да? Лифт. Так, ну и хорошо. Парни, вы со мной едете, нет? Парни. Что-то парни забили реально. Ну да ладно, без них справимся. Хотя, конечно, они реально помощь оказывали. Одни из самых полезных напарников в играх. То есть они попадают по врагам. Где это видно, чтобы напарники оказывали поддержку? Обычно они для массовки бегают. Хорошо. Приехали мы как-то не так. Рухнули, что ли? В общем, пока что про этих террористов ничего не понятно. У нас тут уже и ситуация с бомбой была, и вертолет летает. Ты, говорит, меня напугал. Я думал, ты один из них. Мы, говорит, сюда спустились, они лестницу взорвали. И мы, говорит, здесь остались закрыты. Понятия не имеем, что происходит. Спускаемся, у нас нет никакой связи. Давай вместе держаться, пока у нас не появится связь. Ты веди. Хорошо? Давайте за мной. Так, а вот и паркинг. Это как раз те парни, похоже, которые... Ладно, чем они тут реально занимаются? Давайте, парни. Видите, как они быстро выносят? Да, твою мать! Ох, и что бы они не мешались! Ничего не видно. А это очень много жрет энергии. Батарейка, в принципе, в избытке дает. Хорошо. Да, не самое приятное место для перестрелки. Оказалось. Что такое? Откуда? Это у нас тишкист, значит, да? Ты посмотри на них. Это же пипец какой-то. Так, понял. Темновато тут. Еще раз повторюсь, насколько мне нравится, когда прицелы реализуют вот так вот. То есть не тупо черный экран. А действительно. Какое-то увеличение на фоне всего остального. Ладно, как думаете, парни, вверх или вниз пойти? Я бы предпочел пойти наверх. Че хотел? Не знаю, че хотел, но свое получил. Здесь вроде чисто. Ох, как ярко. Блин, закрыто, что ли? Ну, здесь-то связь должна быть. Не знаю, если бы я был мега-спецнайзером, я бы реально, я бы смог, как открыть эту дверь, имея такой арсенал и, допустим, три гранаты. Подожди, у нас же было трое у вас было. То ли один потерялся, то ли его убили. Чего-то даже не заметил. Граната, наверное, скорее всего, когда взорвалась, мы его и потеряли. Завод не заметил потери бойца. Вообще, я, по-моему, уже сто раз говорил, я обожаю именно перестрелки вот в таких вот урбанистических пейзажах. То есть для меня самое прикольное это воевать в зданиях, в городе, в джунглях, допустим, или там в лесополосе, не так прикольно. Единственное исключение, наверное, от Дейзет. Хотя, от случая к случаю зависит, конечно. Ладно, парни, давайте, держитесь за мной. Что ж ты пугаешь-то? Связь вернулась. Вертолет выдвигается, вертолет заправили. Скоро будет эвакуация. А пока что... А пока что давайте воевать. Мать, куда что ты лезешь-то? По бороде. Блин, мать. Хорошо. Расчленял какая-нибудь жестокая в этой игре. Еще желающие. По мясу мы тут, да? Капец, порвало народ. Ну и вроде как более-менее спокойно. Хорош. Сейчас полезут, я чувствую. Что ж вам надо-то? Вы даже требований никаких не предъявляйте. Тупо раши. Конечно, жаль, что такая винтовка заменяет собой снайперскую винтовку, но... Оно того стоит. Вещь действительно убойная. Давайте лезть. Воу, сколько вас там. Гранаты работают. Вполне неплохо. Капец. Расчлененка просто. Фарш. Хорошо, хватаем всякую ерунду. Два шлема нацепим на себя. Этого у нас хватает. Этого тоже. Оп, тихо, аккуратно. Так, еще один шлем, третий, чтобы как дурак выглядеть. Зато броня. Почему бы и нет? Ящик в полно, смотри-ка. Птичка, это хорошо. На тарелечке тоже неплохо. Ого. Выход за этим пулеметом. Так что нужно как-то пробиться. А, нет, мне нужно теперь наверх идти. Так, ладно, разберемся, короче. Я не совсем слышу, что он говорит, просто... А субтитров нет, к сожалению, не работают у меня. Твою мать. Да, отсюда мы, очевидно, не пройдем, но давайте им подарок зашлем. Поднимитесь наверх, чтобы использовать лестницу. Поднимитесь наверх, чтобы использовать лестницу, написано. Мы жестоко шли вниз, чтобы... Чтобы идти наверх. Но... Но это же тупо. Хорошо, допустим. Я надеюсь, сейчас не так много их прибежит. Но чувствую, что прибежит много. Ах, блин, убежать не успел. Твоя дивизия, да что ж ты делаешь? Хорошо, парни, сейчас его у меня... Все как надо будет. Так, ладно, касатик, выходи давай. Нормально. Прицельно, конечно, у тебя... Вообще никакой счастья. Неудобно. Ужасно. Целиться с этой штуки. Вау! Я думал, у вас трое. Все, или еще. С этого поудобнее целиться. Но он не такой удобный. Убойный, конечно. Удобный. Я уж четвертую серию говорю, что попало просто. Нужно в следующий раз будет все-таки пораньше записывать. Сейчас время три ночи. Так, ладно, тут без... Ах, ты твою мать, смотри, как зацепил. Офигеть, там че идет. Да! Я с вами, похоже, под напарюсь. Хорошо, ребята. Придется что-то придумывать. Да. Могло лететь и... Получше, конечно. Хочешь жить, умею вертеться. Да, вылазь. Все у вас хорошо, ребята. Ну, тупые вы как пробки просто. Всегда вылазьте на простреливые места. Так, там вроде больше никого нет. Есть. Чекпоинт. Я думаю, это прикол, а, оказывается, на самом деле можно прикрываться. Смотри. Не, в плане боевика игра просто вообще офигенна. Хорошо тут вроде ничего, да? Пойдем наверх. Подожди-ка. А, показалось, что прицел нормальный. Все ваши шапки будут на мне. Ага. Ваши хамеры. А где же вы сами? Все спустились уже, что ли? Походу. Так, это мне не нравится. Так. Хорошо, отсюда мы пришли. Осталось совсем немного идти. Второй хамер. Насколько я понял, если стамина тратится, то в итоге целишься хуже. А, ну, все передохли вроде. Ну да. Сейчас меня, конечно, тут могут постреливать неплохо. Это вроде наши лупят. Надо им помочь. Держи, Игорь, я тебя прикрою. Во, смотри, как он лупит. Нас не забирают. Я так и знал. Нам нужно оставаться здесь. В больнице по-прежнему происходит непонятное дерьмо. Парень улетел. Ах, ненавижу такие моменты. Мне слишком мало платят за это дерьмо. Давай. Ах. 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 Да куда ты пошел-то? Ты, мать, что это вообще было такое? Ого. Офигай себе, дамочки, извините. Ого, охренеть, ты посмотри. Локтем ударил. Что это вообще такое? Меня с самого начала удивил его, как бы, внешний вид, но... Это твою мать. Нет, подожди. Черт, я потерял его. А как? Как? Ого. Так, нужно выходить на улицу. То есть вот он шел отсюда и куда он в итоге делся? Скотина ушла. Что за звуки? Парни? Иди, говорит, сюда. Что произошло? Здесь просто зона боевых действий. Это вертолет Фрэнка? Господи. Мне так жаль. Слушай, потом мы по нему поскорбим. Сейчас у нас более важные дела. У меня здесь со мной целый отряд. Хорошо, нам нужно открыть этот... Короче говоря, заборчик. Окей. Что-то уже какая-то чертовщина начинает происходить. Непонятно. Бинтам мы всегда рады. Так, ну и всякую вот эту фигню надо кушать, потому что иначе она, блин, просто место занимает. Хорошо. Так, мы еще можем кататься, что ли, на этих... Прикольно. Проехать через баррикаду миниганов на парковке. Шифт, газ, спейс, ручной тормоз. Необычно. Вау! Шифт от не газ, шифт от ускорения. Блядь, зачем вы меня вводите в заблуждение? Блин, круто. Давить надо было. Подумать. Поворачку, поворачку, конечно. О, как у тебя с поворотами никак. Че, парни, бегите, бегите, бегите. А-ха-ха. Да, да, это у вас как-то странно, конечно. Подожди, это наши. Так зачем это? Да, блин, машина, что ты делаешь, машина? Управляясь, это дело очень странно, надо отметить. Я бы даже сказал, очень-очень странно. И совершенно не поворачивает. Зато если назад нажмешь, то... Катится потом без остановки. Да повернись-то, ну! Давай, ну вот, ну куда ты? Давай. Кривовато. Кривовато, конечно. Ну, прикольно. Хорошо. Я въезжаю в стройку. Хе-хе-хе. Куда я попал вообще? Тормозов у джипа, очевидно, нет. Ладно, там миниган отрабатывает. Куда мы попали? Что это за место такое? Ладно, все это мы узнаем, я думаю, в следующей серии. Сегодня побесились так неплохо на этом паркинге. Но управление хамером, это, конечно, пипец. Реально, вообще никакую щель. То есть он тупо не поворачивает. Нажимаешь назад, потом нажимаешь вперед, чтобы уже как бы притормозить это дело. Оно не работает. Тупо едешь назад, пока оно само по инерции не остановится. Но было весело, повторюсь. Блин, играть очень-очень круто. Очень прикольно. И доставляет лютый фан. Надеюсь, вам нравится это смотреть, потому что... Ну, прикольно. Мне очень нравится. На этом, в принципе, все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok